Накануне на заседании федерального правительства говорили об эффективности работы исполнительной власти субъектов за прошедший год. Орловскую область вынесли в список аутсайдеров. Рассматривались показатели в четырех сферах – госуправлении, образовании, здравоохранении и жилищно-коммунальном хозяйстве. При этом в качестве лейтмотива заседания была выбрана фраза. «Цитирую, власть нуждается в каналах обратной связи с людьми. Причем важно не только слышать, но важно и предоставлять возможности для обратного влияния. Влияние наших людей на принятие решений, которые затрагивают их интересы. Но в Орловской области об этом регулярно забывают. Видимо, это и позволяет нам достигать таких высот. Лидерство среди худших регионов страны». Детская игра переросла в акт вандализма. Трое подростков 10, 11 и 13 лет из Должанского района повредили на кладбище шесть надгробий. Сломали четыре деревянных креста, повалили два мраморных памятника. Как пояснили нарушителя, они просто играли в войну. Отвечать за последствия этой игры теперь придется их родителям. Сейчас они уже возместили ущерб, причиненный детьми. Решается вопрос о возбуждении административного дела. 4 августа этого года 33-летний Шомников Алексей Вячеславович вышел из дома и не вернулся. Он был одет в белую футболку с синим рисунком и серо-синие бриджи. Рост 178 сантиметров плотного телосложения. Тех, кто обладает какой-либо информацией, просим сообщить по указанным номерам телефона. Должников надо знать в лицо, решили судебные приставы. Теперь на сайте управления Парловской области и в местных СМИ будут появляться фотографии злостных неплательщиков. В первую очередь, должников по алиментам, оплате кредитов, услуг ЖКХ и налогов. Снимки и персональные данные разместят и на баннерах, билбордах, информационных счетах, чтобы быстрее найти нарушителей. Субтитры создавал DimaTorzok